Дорогие братья и сестры, хочу поздравить вас с великими делами, которые совершились в этом месте. Сегодня мы празднуем великий праздник Сречения Господни. На 40-й день Господа нашего Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм по обету, по закону иудейскому, для того, чтобы его обрезать, принести жертву. И вот это Сречение Господне как раз и совершается встреча Бога с праведным Симеоном, который больше чуть 300 лет ждал своей смерти. Когда он был молодой, он занимался переводом языков, священного писания. И египетский царь в то время призвал целую группу людей из Израиля, из Иерусалима, для того, чтобы они привели ветхозаветное священное писание на греческий язык. И когда прибыли эти люди, среди них 72 человек был праведный Симеон. Он был молодой, шустрый и занимался переводом пророка Исаии. И в одном из моментов он усомнился. В отшреве Дева приимет. Какая говорит Древа. Раньше Дева может быть положением? Может ли носить чадо в утробе своей? Конечно же нет, по человеческой природе. И он хотел изменить это слово от Девы в Жена. Ну, женщины. Ангел Господень тут же явился, как только тот замахнулся пером, чтобы изменить писание это слово. И сказал, за твое сомнение, Симеон, ты не умрешь до того времени, пока не возьмешь Спасителя на свои руки. Так и случилось. Он чуть более 311 лет прожил. Но когда он взял на руки Спасителя, представляете, 300 лет прожил. С ума сойти может. Сколько исторических моментов прошло. И радости, и страданий. Как человек он очень устал. И когда он взял Спасителя Духом Божьим, он уведом, что это Спаситель мир. И сказал, ныне отпускаешь мне раба Твоего, Господи, Владыка, Святый. И эта песнь, ныне отпущаешь, всегда читается на вечер. И так же тут была и праведная Анна, которая более 80 лет пребывала в храме, владественницей, пророчицей. И проповедовала, и пророчествовала Матери Божией о том, что ее сердце пройдет оружие страдания. И на самом деле, как матери пройдет оружие страдания, когда сын ее вступит на проповедь, когда его люди не будут принимать, когда ученики его предадут, когда его распнут. И как материнское сердце будет страдать, а будто ее оружие просекло сердце. Поэтому этот праздник великий, особый, и в народе, в русском православном, всегда его встречают с радостью. И великая радость на этом святом месте. Наконец-то в этом селе, в этом, можно сказать, одних из древнейших сел, поселков, зажглась лампада на престоле Божьем. Ныне здесь освящен престол Божий в честь великомученицы Екатерины. Некогда исторически этот предел и был посвящен великомученице Екатерины. Тот предел был посвящен в честь Иоанна Крестителя, а центральный спас и не рукотворный. Знаете, вот прошло совершенно немного времени после крестного хода, после августа. Честно говоря, конечно, очень сомневался, что здесь что-то можно еще сделать. Сами понимаете, сами знаете, как все здесь обстояло. Когда отцу Микаилу было благословено здесь заниматься и восстанавливать этот храм, я думал год-два. Но некогда я осенью заехал в ноябре месяце и посмотрел, сказал, что все в честь на Срете не освящаю. Конечно, многое пришлось ему пережить, поднапрягаться. Но самое главное, люди, которые здесь живут, земляки, которые здесь находятся, первые месяца как-то смотрели, да, и все присматривались, думали, а к чему это все приведет? А не начнется ли потом, а все это закончится? Но когда увидели, что здесь уже есть основания, и дело положено для того, чтобы строить и восстанавливать наши души и сердца, и наши храмы, и люди пошли, и местные здесь наполнили храм, помогали, чистили от мерзости и запущения нашу святыню. Отравно, что наша святыня ныне чистая, освященная нашими молитвами и благодатью святого Духа. А значит, и наши сердца, и наши души не погибли в безбожьих грехах. Значит, они живы, и благодать Господней никогда не сокрушится. И действительно, слова Христова здесь исполняются. Церковь мою созижу на камне, и врата ада вы ее никогда не одолеете. Вот, поверьте, со стороны архиерейской, епископской, я смотрю, никогда Бог и церковь, и люди верующие не бывают поругаемые. Как бы их ни поносили, как бы их ни клеветали, как бы их ни изгоняли, что бы с родом верующим ни делали, Господь сохраняет, бережет, даже в малом бережет, но потом израстают великие плоды. Сегодня у нас День православной молодежи, и мне отрадно видеть здесь много молодых ребят, девчат, семьи молодых, с детьми. Это очень отрадно, потому что ныне, вроде бы с другой стороны ранее, в унынии пребывали здесь, никому не нужны. Вроде дорога рядом, а кому мы здесь нужны? А здесь, с этого момента, молодежь может здесь концентрироваться со своими детьми, их воцерковлять, взращивать в детях своих, именно в веру в Христов, чтобы у них было в жизни, чтобы народ созидается. Я вижу, что начало положено правильно. Здесь люди молятся, здесь люди спасаются, получают утешение, получают прощение грехов, исповедуются, причащаются, участвуют в великих таинствах в Церкви Христовой. Поэтому труды отца Михаила, они большие, но благодатные, трудные, но радостные. Но и без верующих своих, без прихожан, без своих помощников, без своих благоукрасителей, боготворителей, жертвителей, тех парней, которые помогают лептой, помогают своими трудами, невозможно это тоже ничего сделать. Поэтому, отец Михаил, тебе и твоей команде, так вот по-светски говоря, пожелаю самое главное здоровья и помощи Божьей в ваших трудах. Все остальное Господь приложит. Если есть у вас стремление ко спасению, к радости духовной, к жизни верующего человека, и чтобы жизнь верующего человека соответствовала этому званию христианингу, вот это если стремление есть, то Господь все дарует. Дарует, я молюсь, и богатых людей, которые будут помогать этому храму, потому что на самом деле, честно говоря, храм страшной возрухи. Здесь еще вкладываться и вкладываться, столько работы здесь, это ужас. Здесь еще не один миллион, нужно вкладывать. Статус приобретает наш крестный ход, Клинковский, в этом году будет он особенный. Конечно, где-то и построже он будет, но и он подлигше будет, уже 4 дня, особыми, конечно, богослужениями. И люди, которые сюда приедут со всех краев России, увидят, что святыни-то наконец-то в глубинках возрождаются. Возрождаются вашими трудами, вашими молитвами. Вот, позвольте подоить всему храму иконы Блаженной Матроны Московской. В свое время, когда мы делили там частичку Блаженной Матроны, привезенной из Патронского мастеря, отец Михаил спросил меня, можно ли, Владыка, нам частичку. Потом оставалась частичка, я говорю, давай, вот эту мастику, все это сделали, как полагается, по правилам, по канонам. И вот такая иконочка была сооружена с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Пускай эта святыня вас обогревает, согревает ваши сердца, ваши молитвы, чтобы они всегда горели, и ломбадка всегда горела перед этой иконой, и чтобы молитвами Блаженной Матроны вы преуспевали в деле спасения. Там надпись, памятная, в задней стенке, что давственная эта икона, день освящения этого святого храма через великомученицы Екатерины. Это сегодняшняя дата дана, 15 февраля 2014 года, епископом для нее. Поэтому сердечно вас благодарю и сердечно вам давствуя в силу святыни. Благодарю отцов, которые приехали, отца Марьяна, отца Митрофана, которые заслужили нам. И всех вас сердечно благодарю за ваши сердечные молитвы. Поздравляю отца дьякона Евгения с дьяконской хиротонией. Сегодня мы совершили первую степень священства, рукоположение в дьяконе. Надеюсь, Евгений, пожелаю тебе спасения душевного. Как я тебе сказал, путь у тебя уже выбран. Только иди по нему крепко, не смущаясь, не сходя, но терпя, неся крест. Крест убирают, крест даруют, его несут в свою всю жизнь. Помоги тебе, Господь, дай Бог, чтобы ты до конца своей жизни нёс этот крест. Терпение, служение пред престолом Божьим, любви к народу Божьему, и, конечно же, чтобы этот крест тебе принёс спасение твоей души. Всех вас сердечно ещё раз благодарю. И вас благодарю. И вас, Владыка, благодарите. Нашего, Владыка. Хочется сердечно поблагодарить Владыку нашего, потому что только его заботами и делаются здесь наши дела. Потому что он в отечественной относится к нашей Клинковской земле. И его, конечно, большим, вот таким и молитвенным, наверное, усилием у нас всё здесь преображается. Больше двухсот лет эта земля была отобрана от архиерейского служения. Эта архиерейская была изначально земля. Секривизация Екатерины Второй, она отобрана. Мы больше двухсот лет не были под епископским присмотром. Мы возвращаемся обратно. Это наш сегодняшний праздник, Сретение. Это Сретение. Мы возвращаемся обратно туда, куда, где мы должны быть. И вот смотря на этот храм и туда на работу, трудно представить, что во вторник здесь не было пола. Ещё не было отопления. То есть работа сделана за эту неделю только в помощи Господня. От вас, конечно, молитвы для восстановления и духовного преображения земли Клинковской, верхней колуницкой. И храм этот только первого начала. Не восстановив Клинковский храм, мы не пойдём дальше. Мы не восстановим Елёвскую церковь. Жемчужину нашу и которая впоследствии будет, наверное, у нас и процветать на нашей верхней колуницкой земле. помещать сложность, что-то помещать. Но вот за эту неделю, что здесь сухарилось, это, конечно, было чудо. Я думаю, вот, как мы постараемся, сколько наших усилий хватит, постараться на... постараться матушке нашей церкви, потому что много прошло лет, в закрустении стояли храмы, они уже плачут, требуют нашей не только и молитвы, но и приложения к нашим усилиям. Храни Господь, удачника, вас на долгие лета. Я раскрою небольшой секрет. Секрет в том, что со Сомикой уже был разговор. Я дал своё благословение. Там у нас елёвские земля, где стоит храм. Часть земель принадлежат, ну, можно сказать, старым языком, купцамники, да? Богатным людям. И вот они как бы изъявили, может быть, такое пока желание помочь восстановлению Елёвской церкви. Мы с ним, батюшкой, разговаривали. Сначала, конечно, там крыша надо злиться, чтобы здание ещё надо просушивать. Поэтому, если даст Бог, будем молиться, чтобы Господь укрепил и тут церковь с Божьей помощью хотя бы в ближайшее время перекрыли крышу, сделали аккуратно, красиво, а потом уже всё остальное предложится. Спасибо, Господи, за вас. Я ещё хочу поблагодарить Белокурнинский наш порт. Вы меня рады, и на самом деле второй раз с вами служу, ну, действительно, как на архиерейском богослужении достойно. Вам пожелаю здоровья, успехов в вашем творчестве, духовного пения, церковного процветания именно в этом творчестве, потому что церковное пение, оно имеет свойство, знаете, творческого начала. Туда можно вкладывать много чего, и душу, и сердце, можно и с этой стороны спеть, и так спеть, и так произнести произведение. Поэтому церковное пение, оно очень творческое, и для творческих людей, как вы, я думаю, это приятно. И дай Бог вам помощи, здоровья, хороших голосов, крепких, никогда не болеть от них. Спасибо. Грани Господь, всех с праздником, со Сретением Господним. Самая великая радость на Климковской земле, то, что мы сегодня осветили престол. Начинается полное, молитвенное у нас действие в нашем храме. То есть, уже с крестола будет у нас здесь и причастие, вот, и исповедь. То есть, церковь будет работать так, как должна она всегда работать. Это большая радость. Мы долго этого ждали, и даже не думали, что у нас вот так и зайдет, потому что абсолютно во вторник еще между алтарями не было пола. Вот, отопление еще не было сделано, и в храме было очень холодно. Абсолютно отопление, зато сделано в храме только в среду. Вот, мы сомневались, конечно, ну, это, наверное, по нашему неверию, потому что Господь управляет так, как нужно, потому что только милостью Господней все это сделалось. Мы просто инструмент в руках Господней, и мы хотим вот сейчас приложить усилия, чтобы все святыни земли Холуницкой бы восстановились. У нас еще очень много работ, не только на Климковской земле. Есть и Верхняя Холуницкая и Елевская церковь, ее нужно восстанавливать и приложить к ней усилия. Есть и Пантыльская церковь, которая бы тоже хотелось, чтобы в ней зазвучала молитва. Они долго ждали от времен духовборства. Духоборство прошло, а наши церкви брошены и не наполнены молитвой. Хочется потруждаться в остаток своей жизни, чтобы это было полнее, у нас полнее была молитва. Редактор субтитров